Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Завершая разговор о послании к евреям, обратимся сейчас с вами к 13 главе. В 13 главе автор уже куда меньше говорит о вещах, скажем так, теологических, а обращается к простым, понятным, практическим, конкретным вещам. Что нужно делать, чтобы быть участниками того завета, который открывает нам Бог во Христе. И здесь, в общем-то, он перечисляет вещи почти очевидные, почти очевидные, хотя и иногда вызывающие удивление у читателя. Начинает он с того, что братолюбие – вот что должно у вас быть. Братолюбие между вами пребывает. Пусть у вас будет братолюбие. Позднейшие-то ведь христиане, понимаете, придумали другую иерархию ценностей. Никто не начинает с братолюбия. Все начинают с уверенности в каких-нибудь догматических определениях. Правильных совершенно, правильных, нужных, прекрасных, полезных. Вот там христианин должен верить в то-то, то-то, то-то в список идей. Хотя только что мы видели, как три главы подряд автор «Послание к евреям» говорит о том, что христианин – это тот, кто доверяет Богу, а не верит в список идей. Но, тем не менее, где-то все-таки практические вещи, братолюбие у нас обычно сильно, но не на первом месте. А у автора «Послания к евреям» на первом. Братолюбие должно быть. Остальное уже в каком-то смысле следствие. И вот он говорит, не пренебрегайте гостями. У иных гостеприимных хозяев, оказывается, и ангелы бывали в гостях. Помните заключенных, страдальцев. Помните их так, как если бы и вы с ними страдали или были в заключении. Павел, предполагая, что апостол Павел, вероятно, мог являться автором этих идей, по крайней мере, тому, кто записывает его мысли, рекомендует написать. Ну, приведи пример, скажи, что вот братолюбие – это важно. Важно заботиться о тех, кому плохо, кого гонят, кто страдает, кто попал в тюрьму. Вот об этом надо помнить. И еще один важный момент – брак у вас да будет в почете, брак всегда достоин почета, а ложе должно быть непорочно. Тоже, понимаете, среди христиан позднейших времен оказалось много людей, которые по разным соображениям побоялись избрать тот путь, который сам Бог считает нормативным, да, и которые вот в частности здесь упомянут. Ну, кому-то просто страшно было, хотелось убежать в пустыню, кто-то боялся людей, кто-то думал, что подобного рода аскезой можно чего-нибудь там добиться, хотя на самом деле нельзя добиться, можно только доверием Богу и так далее. Мотивы тут могут быть самые разные, от самых искренних до самых неискренних. Тем не менее, автор послания к евреям, по-видимому, в то время уже начавший соприкасаться с такого рода идеями в около христианской, вокруг христианской среде. Вот он говорит, так, ребята, все, хватит ерунду говорить. Брак всегда достоин почета. Брак – это вот то, что всегда почетно, это путь почетный. Ну, понятное дело, что надо хранить ложь в чистоте. Автор совершенно не склонен к таким вещам излишнее внимание проявлять, но, тем не менее, вот эта практическая рекомендация, на самом деле, очень-очень важная. Очень и очень важная. И дальше он говорит, ну и денег тоже нечего любить, довольствуйтесь тем, что есть. Да, имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть. И это тоже вещь очень практическая, практическая, конкретная, простая, когда на вопрос, что значит доверять Богу, тебе говорят, ну вот, люби братьев, не гоняйся за деньгами, всех денег не заработаешь, дорожи и чти свой брак. И уж, понятное дело, содержи ложь в чистоте. Да, Бог сказал не покинуть тебя, так что с уверенностью будем говорить, Господь мне помощник, будем надеяться на Бога. Дальше он продолжает, а еще доверять Богу означает помнить о наставниках, о тех, кто возвестили нам, возвестили вам Слово Божье. Подражайте их вере, потому что, говорит он, Христос вовеки тот же, вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому то, что узнали о Боге, то, что пережили во встрече с Ним, то, как искали и находили встречу с Богом люди раньше, это о том же самом Боге, о том же Христе. Вот он вчера, сегодня и вовеки один и тот же. Поэтому автор говорит, ну и не слушайте вы всякую чепуху, чужие учения. Лучше пусть сердце укрепляется благодатью. Потому что, да, действительно, во время написания посланника евреям уже куча разных посторонних, нелепых, ну и, в общем, можно много плохих слов про них говорить, не так это важно и интересно, разных своеобразных учений, которых не стоит слушать и не имеет смысла держаться. Возникло вокруг христиан, в том числе и христиан из иудеев. Вот он говорит учениями различными и чуждыми, не увлекайтесь, потому что сердца укрепляй хорошо благодатью, даром щедрости Бога, а не яствами, от которых не получили пользу занимающиеся ими. Ну, это, конечно, прям вдруг у него в тексте такая бомба. Вот в другом переводе, пусть сердце укрепляется благодатью, а не разборчивостью в еде. Все старания, они бесполезны. То есть он говорит о том, что уже в его времена появились люди, которые говорят, вот это есть можно, это есть нельзя, вот сегодня едим то, сегодня едим все. И вот уже начинает формироваться этот огромный круг указаний и наставлений, в какие дни чего можно или нельзя есть. Вот что говорит об этом Слово Божье. Надо благодатью укреплять сердца, а не разборчивостью в еде, потому что никакой пользы от тех, кто расписывает меню, от того, что они в этот день едят постное, в этот скоромное, а в этот разрешается еще что-то, никакой пользы в этом нет. Нет, ну, вы понимаете, до какой степени это не похоже на то, что нам с детства вкручивают про разные, так сказать, связанные с пищей обычаи. Автор посланники «Время» считает, что это бесполезно. У нас жертвенник, от которого не могут питаться служители скинии, потому что наш жертвенник, вот как тела жертвенных животных сжигаются вне стана, так Христос, говорит, он пострадал вне стана, умер на кресте за пределами города, так и мы тоже пойдем за ним, потому что Христос освящает свою кровью народ, и мы выйдем к нему за пределы стана, приняв на себя его позор, то есть разделив с ним его страдания и его позор. Вот такая логика здесь в этом месте 13 главы у автора послания к евреям. Вот жертвенные животные, их есть нельзя, их сжигают вне стана, вот Христос, которого тоже убили вне стана, и мы, говорит он, за ним будем идти, будем держаться Христа, будем вместе с ним, рядом с ним, и будем через Иисуса приносить жертву хвалы Богу, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Что это значит? А это значит, что когда уста прославляют имя Христова, вот результатом этого, плодом этого и будет жертва хвалы. Таким образом, он призывает читателя прославлять имя Христова и делать это непрестанно. И вот он говорит, ну вы постарайтесь все-таки слушаться своих наставников, чтобы для них этот был труд радостный, а не мучительный и не скорбный. И, говорит он, о нас тоже молитесь. То есть здесь автор пишет о себе, как о человеке, который сидит все же в римской тюрьме и весьма возможно через кого-то сообщает свои мысли иудийским читателям. Ну и, в общем, конечно, финал послания во многом снова и снова возрождает, так сказать, версию, что автором этого текста и в самом деле мог быть апостол Павел. Я снова не возьму на себя взвешивать аргументы сторон, но тем не менее, и как мы читаем 13 главу, понятно, что Павел вполне мог написать этот текст по внутреннему содержанию, по особенностям текста. И в заключение он благословляет своих читателей, говорит, «Бог мира, воздвигший из мертвых Христа, пастыря великого, кровью завет вечного, да усовершит вас во всяком добром деле». Значит, Бог, явление которого, благодать которого, спасение от которого, исходящее, да, все сосредоточено в Иисусе Христе, вот он пусть укрепит вас во всяком добром деле к исполнению воли его, и да будет ему слава во веки веков. Вот, собственно, этим завершается текст. Послание к евреям трудный, далеко не всегда с очевидной логикой, но все-таки чрезвычайно важный, заложивший буквально фундамент для высокой христологии последующих столетий. Продолжение следует...